Время вести и чекотки в студии Анастасия Сертун. Здравствуйте. Поощрен за спасение женщины. Молодой человек пришел на помощь, когда на одной из жительниц Анадрия напал мужчина. Подробности далее. Напал на женщину и попытался изнасиловать. В Рождество 7 января в Анадрии произошел вопиющий случай. 44-летний житель окружной столицы вечером после 22 часов совершил нападение на женщину на улице Тевлянта. Потерпевшая ходила в магазин Ирина за продуктами и с покупками уже возвращалась домой. Время позднее и праздничное, поэтому на улице было пусто. По счастливой случайности поблизости оказался единственный прохожий, который пришел на помощь. Я возвращался домой и увидел мужчину, лежащую сверху женщину. Женщина кричала о помощи, и я подбежал и взял мужчину за плечи и откинул его. Но у меня не получилось его задержать, он убежал и минут через 20 его задержали. Мне показали фотографию, я его опознал и его задержали через какое-то время. А женщина что там? Женщина в шоке была. Как только сообщение о случившемся поступило в дежурную часть, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По описанию, они предположили, кто был нападавшим. Его удалось задержать в течение часа. Чуть позже в полиции он уже давал признательные показания. В ходе разбирательства мужчина дал признательные показания, да, сообщил некоторые подробности совершенного им деяния. Впоследствии был собран материал и направлен в Следственный комитет для принятия решения уже по существу. Стоит отметить, что нападавший уже неоднократно попадал в поле зрения полиции. В основном за совершение административных правонарушений. Мужчина злоупотребляет спиртным и не имеет постоянной работы и жилья. Да и случай домогательств у него уже не первый. И по аналогичным ситуациям неоднократно на него поступали жалобы. В прошлом году он был замечен, был материал проверки, также направляли в Следственный комитет. Ну вот и в этом году случай. Поэтому в настоящее время за данным мужчины установлен особый контроль находится под наблюдением полиции. Неизвестно, как закончилась бы история с нападением 7 января, если бы не 25-летний Алексей Шамсуддинов. Молодой человек вовремя пришел на помощь. В полиции приняли решение поощрить его за такое неравнодушие. Сегодня главный полицейский Чукотки Александр Смирнов лично вручил Алексею нагрудный знак Управления МВД России по Чукотскому автономному округу и ценный подарок – часы. Вероника Токмачева, Александр Кузьминов. Прессодействие пресс-службы окружного управления МВД. Вести. Чукотка.